Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео, как вы уже догадались, будет о пустых баночках за январь месяц. У меня накопилось, опять же, огромное количество баночек, поэтому постараюсь говорить побыстрее. Видео я решила разделить на две части. В этой я вам покажу те продукты, которые у меня закончились, которыми я пользовалась с удовольствием. И во второй части, я ее, скорее всего, назову продукты, которые меня разочаровали, я вам покажу те средства, которые я больше не буду покупать никогда. И, в общем-то, вам не советую. Итак, начнем по традиции с волос и тела. Первое, что закончилось, это краска мусса от Schwarzkopf. Perfect Mousse, которую я использую в последнее время. Мне очень нравится. Это оттенок 950. Именно он сейчас у меня на волосах. В 800 оттенок, который я вам показывала в покупках, я пока не красилась. В ближайшие месяцы не планирую. То есть, пока корни не отросли, в принципе, нормально. Очень нравится эта краска. Уже много раз про нее говорила. Это мой хит. Это мой must-have. Покупаю ее. Волосы не сушат. И хорошо прокрашивает. Седины у меня пока нет. Поэтому я не могу сказать, как она закрашивает седину. Но с более темным оттенком высветляет. В общем, она хорошо справляется. И оттенок получается однородный. Нравится. Следующее, что подошло к концу, это концентрированный фитокомплекс для роста волос против их выпадения. Мне приходил этот комплекс по обмену косметикой. Пока закончила один. Не могу сказать, что повлияло на быстрый рост моих волос. Потому что я использовала маски с маслом Бэй. Горчичные маски. Вот этот фитокомплекс. Но вы сами замечаете, что волосы мои очень быстро растут. Поэтому, в принципе, средство неплохое. Очень такое приятное, теплое ощущение на коже головы. У меня есть еще вторая бутылочка. Буду ее использовать. Закончилась у меня маска с маслом виноградной косточки, которую я покупала на Родосе. У меня таких масок несколько. Я ими запаслась. Тоже вам рассказывала про нее в открытии года. Очень она мне нравилась. Вымызла всю до последней капельки розового цвета. Очень насыщенная по текстуре. Приятно пахнет. Одно удовольствие пользоваться. И волосы после нее очень живые и блестящие. А следующее, что покажу, это детская пенка для купания от марки BabyLine. Без мылых красителей. Для нежной кожи с ромашкой и пантенолом. Хорошая пенка. Тоже используем практически с рождения. Вот Бёбхен и вот это средство. А следующее, что покажу, это детская пенка для купания от марки BabyLine. Без мылых красителей. Для нежной кожи с ромашкой и пантенолом. Хорошая пенка. И эта пенка не имеет яркого, неприятного аромата. То есть такой нейтральный. Мне пока все устраивает. У меня закончился скраб от Organic Surge. У меня был тропический бергамот. Он содержит в себе органические скрабирующие частички. Содержит большое количество эфирных масел. Он мягкий для кожи, но при этом дает хорошее очищение, хорошее отшелушивание. После него кожа очень гладкая. При этом он бережный и подходит для чувствительной кожи. Скраб понравился. Закончилась крем-масло. Зеленый чай от марки Malovar. У меня был такой маленький образец. На самом деле этих плиток у меня уже было большое количество. Зеленый чай очень приятно пахнет. Дает хороший эффект на кожу. Питает, увлажняет. Приятно пахнет. Мне нравится и использую и на тело, и в качестве масла для рук, и для пяточек. То есть на все тело можно использовать. Мне нравится, что поначалу оно такое, знаете, насыщенное, вроде бы жирное. Но минут через 5-10 полностью впитывается. И кожа остается очень бархатистой и приятно пахнет. Дальше покажу два таких промежуточных продукта, которые не знаю, в какую категорию отнести. Это масло эфирное, эвкалипт австралийский от марки E-1 косметика. Использую его в сезон простуд. Я уже рассказывала, на маску и в качестве ингаляции, если мы чувствуем, что засопил нос, где-то запершило горло, очень хорошо. И также я его использую, когда хожу в баню. В общем, добавляю в ванну. Обычно, да, именно в сезон простуд, очень хорошо, скажем так, ходой идет. И еще один продукт. Это детская зубная паста. Сплат. Сольенка вот такая. Очень тоже нравится нам. Она содержит молочные ферменты и кальций. Приятно пахнет. Антошка пользуется ей с удовольствием. Чистит зубки. Я в общем, тоже уже рассказывала. Сейчас это наша любимая паста. Дальше я перехожу к продуктам для лица. И начнем с очищения кожи, точнее, со снятия макияжа. Макияж с глаз я снимала с помощью вот такого лосьона, биопрограмма для снятия макияжа с век от черного жемчуга. Хорошее средство, оно бюджетное, я тоже про него рассказывала. Хорошо снимает макияж, не водостойкий, не вызывает никакого жжения, раздражения. Стоит недорого. В общем, получала удовольствие от использования этого продукта. Никакого дискомфорта. Для снятия макияжа с лица, тональный крем, пудра и так далее, использовала вот такой лосьон в виде молочка, очень густого, от Organic Surge. Тоже с эфирными маслами. Приятный аромат. Нравится то, что у этого лосьона дозатор, очень удобный в использовании. Хорошо очищал кожу, не раздражал ее. Я даже снимала с помощью этого средства макияж с глаз. Тоже очень хорошо, не вызывает никакого раздражения. Но в основном, конечно, использовала на лицо. Дальше у меня подошли к концу две пенки для умывания. Одна из них от нашей российской марки Magraf. Которая производится в Московской области. И пенка от Mizon. Начну по порядку. Вот эта активная пенка для умывания. Очень приятно пахнет. Это гель такой легкий. И я его использовала исключительно для снятия маски от Botanicus. О которой я вам рассказывала. С шеи, которая жирная. Которую ничем невозможно снять с лица. Наливала на спонжик и массировала лицо. Таким образом смывала эту маску. Если использовать это средство как самостоятельно для очищения кожи. Подсушивает. Очень приятно. Пахнет. Удовольствие такое хорошее. Но кожу действительно стягивает и высушивает. Даже моя мама, у которой жирная кожа. Пользовалась им изредка. Но для снятия жирных масляных масок идеально подходит. Пенка от Mizon. Тоже с удовольствием я ее использовала. Я ее использовала в вечернем ритуале очищения. Очень хорошо вычищает кожу. Практически до скрипа. Но не сушит ее. Достаточно маленького количества. Буквально с горошинку дает хорошую кремообразную пену. Мне нравилось. Запах нейтральный. И содержит муцин. Слизь улитки. Также от компании Magraf у меня закончилась флоральная вода для умывания. Без парабенов, как они пишут. Приятная водичка. С приятным запахом. С приятным ароматом. Пользовалась ей в качестве тоника. Протирала лицо. В общем, никакого раздражения. Никаких нареканий она у меня не вызвала. Подошла к концу. У меня вот такая розовая вода. Которую я заказывала на сайте Headek Original. Тоже приятная очень водичка. Понравилась мне. Прекрасно тонизирует кожу. Вообще обожаю розовую воду. И вот этой пользовалась с удовольствием. Сейчас пользуюсь жасминовой. И точно так же она мне нравится. Следующее, что я вам покажу. Что подошло к концу. Это сыворотка от Clinique Repair Wear Laser Focus. Она закончилась у моей мамы. Это сыворотка с пипеткой. Против глубоких морщин. Использовать ее можно под глаза. На все лицо. Там, где глубокие морщинки. Но я не могу сказать, что после использования вот этого тюбика произошли какие-то значительные изменения. Он хорошо впитывается в кожу. Этот корректор, эта сыворотка. Никаких негативных реакций не вызвал. Но сказать, что какие-то антивозрастные изменения произошли я не могу. У меня из ухода подошла к концу сыворотка от Estee Lauder Advanced Night Repair. Тоже она с пипеткой. Вы знаете, я с удовольствием пользовалась этой сывороткой. Честно вам скажу. Я уже говорила, что знакома с ней не первый год. Часто ее использую. Очень хорошо восстанавливает баланс кожи. То есть, когда какие-то покраснения, сухость. Вот это все с помощью этой сыворотки снимается. Мне нравится. Использую буквально немного, а несколько капель на все лицо под крем. Ее можно не обязательно использовать в качестве ночного варианта. Можно и днем. Но в основном я использовала ее вечером. И с моими покраснениями, с моей сухостью она боролась. Также в комплексе с этой сывороткой я использовала крем Estee Lauder Revitalizing Supreme. Тоже много про него говорила. Хороший крем. Сейчас пользуюсь у меня баночкой 50 мл. Для зимы вообще идеально подходит. Я его использую в качестве дневного крема. Прекрасно покрывает кожу некой такой защитной пленкой, которая не ощущается на лице. Не забивает поры, не вызывает появление прыщиков, никаких раздражений. Прекрасно смягчает, увлажняет, питает кожу. В общем, я сейчас очень довольна использованием этого крема. В такую погоду он абсолютно не плотный, абсолютно не тяжелый. На него прекрасно ложится макияж, не течет в течение дня. Он не содержит минеральных масел, он насыщен силиконами. Да, этого скрывать не стоит, но тем не менее, эти силиконы помогают хорошо увлажнять кожу, хорошо ее питать. В общем, то, что сейчас именно нужно моей коже. Буду использовать до окончания похолодания, в общем, этих заморозков сильных. Вот, а там посмотрим. Потому что на лето он будет, конечно, плотноват, и он не содержит СПФ. Это его самый главный минус. Но сейчас мне, в принципе, этого хватает, потому что поверх мы можем использовать какой-то тональный крем с СПФ, либо пудру. Вот, поэтому для зимы самое оно очень хорошее. И, в принципе, я могу его рекомендовать. Под глаза у меня закончился крем от Мизон с экстрактом улитки, со слизью улитки. Здесь 25 мл, баночка из темного стекла, большой объем. Крем-гель такой, знаете, легкой, я бы сказала, текстуры, но, тем не менее, его можно использовать как универсальный вариант и на ночь, и днем. Днем он быстро впитывается, на него прекрасно ложится макияж, но в то же время он дает хорошее увлажнение, хорошее питание кожи. Может быть, вот такие сильные холода, когда у нас работает отопление, которое, опять же, пересушивает кожу. На ночь хочется чего-то более плотного, но с весны до осени, вот в этот период, он прекрасно подходит в качестве универсального крема. Очень хорошо увлажняет кожу, и если у вас есть морщинки от сухости, то с ними он прекрасно борется. Дальше для лица покажу два вот таких пробника, по 5 мл у меня были, дневной и, как бы, универсальный, наверное, крем для кожи. Один из них с авокадо и жожоба, это дневной увлажняющий и для чувствительной кожи с ромашкой и розовым маслом. Вы знаете, что я хочу сказать? Вот крем, который дневной, мне показалось, он более плотный и он дольше оставался таким, знаете, жирненьким на лице. Хотя для вот такого времени года, для мороза, как у нас, минус 20 градусов, который держится по сей день, в принципе, неплохой крем. Но за 6 дней использования, именно на такое количество мне хватило этого пробника, мне показалось, что у меня начинают забиваться поры от него. Что же касается ночного крема, он произвел на меня большее впечатление. Он очень плотный, он напоминает, знаете, даже по консистенции некий такой вазелин, но он впитывается в кожу и абсолютно не остается на ней. То есть через 5-10 минут буквально кожа становится бархатной, очень приятной, матовой. Я даже не ожидала вот этого крема такого результата и на утро выглядит отдохнувший. И вот именно этот крем поры мне не забивал, мне хватило его на большее количество использования, раз на 10, несмотря на то, что баночка вот такая маленькая. С удовольствием его использую. Ближе покажу, как этот крем выглядит, но все названия, как всегда, я оставлю под видео. А следующее, что хочу показать, это крем от испанской марки профессиональной. Я ее называю Natura Bisse. На многих сайтах ее называют Natura Buse. Не знаю, как правильно, но главный смысл это не меняет. Называется он Glico Face. Он у меня закончился до конца, но не думайте, что я использовала его на лицо. Я очень долго думала, в каком видео показать этот крем, но решила, раз он у меня закончился полностью, пусть он будет именно в пустых баночках. Но это крем мое разочарование с точки зрения использования его именно на лице. Это крем с кислотами, судя по названию Glico Face. Я покупала его по отзывам на YouTube. Они были хвалебные. Плюс я читала косметисту, там тоже многие писали, что крем идеальный. Вы знаете, мне не подошел именно по той причине, что до самого утра моя кожа выглядит жирным блином. Он плохо впитывается, кожа липкая и на утро она даже становится какой-то рыхлой. Поры расширенные и мне это не нравилось. Хотя в принципе крем с кислотами должен наоборот стягивать поры, разглаживать рельеф кожи и делать ее более ровной и блестящей. Этого с моим лицом не произошло. Плюс ко всему, после двух недель применения он начал очень сильно забивать мои поры. Я его еще использовала в прошлом году. Начинала с прошлого года. Поэтому я его отставила, но добила я его исключительно на руки и на свои пяточки. Потому что мне было жалко, такой дорогой крем стоит у меня без дела. Я и решила его использовать на руках. Вот как крем для рук или крем для ног, он мне понравился. Ну, конечно же, не за такие деньги, согласитесь. Гораздо дешевле можно купить хороший крем для рук и для ног, который будет работать не хуже. Но на руках именно в это время года и на пяточках он давал хороший такой эффект легкого пилинга. На руках более такой, знаете, отбеливающий эффект. Впитывался он у меня где-то за 15-20. До этого был эффект потных рук, то есть достаточно липковатый он. Но ручки чувствовали себя хорошо, пяточки были мягкие. В общем, добила до конца, но для лица он мне абсолютно не подошел. Я не говорю, что крем плохой, просто он не подошел моей коже. И дальше с продуктов для лица у меня остались исключительно пробники и мини-образцы. Первый это фитогаммаж от Академии в таком креме, гранулки розового цвета, которые помогают очищать кожу. Неплохой гаммаж, не могу сказать, что я от него в полном восторге. Гранулки, они, знаете, очень такую ровную поверхность имеют, поэтому они практически катаются на коже, они никак не царапают, не травмируют, ничего. Но и особо какого-то такого очищения для кожи они не дают. То есть для бережного очищения именно чувствительной кожи. Следующий пробник это крем от Ланкастер, который называется Аквамилк. Тоже очень приятный, очень нежная текстура, сливочная у него, хорошо увлажняет, питает. Но не более того, по такому пробнику трудно что-то сказать. И пробнички у меня остались корейской марки Миша. Это сыворотка, которая называется Time Revolution Night Repair. Эту сыворотку в пробниках я уже использовала не первый раз. То есть у меня уже были до этого, я вам рассказывала. Она напоминает мне сыворотку от Estee Lauder. По текстуре, по эффекту хорошая вещь. Может быть когда-нибудь я куплю себе полноразмерный вариант. И последнее, что я вам покажу, это декоративная косметика. В этом месяце произвела зачистку туши для ресниц. Смотрите, сколько много я решила выбросить. И сейчас о каждой вам быстренько расскажу. Первая тушь, которая мне практически совершенно не понравилась. Не произвела впечатление. Это тушь с таким названием от L'Etoile. Объемная тушь с щеточкой для наращивания объема. Ворсовая щетка. Видите, какая она интересная на первый взгляд. Но эта щетка не очень удобно прокрашивает ресницы. Она пачкает верхние века. И как такового объема она не дает. Она мне не подошла. Я отдала ее своей маме. И она ей тоже была недовольна. Кстати, тушь очень быстро засохла. Следующая тушь, которая у меня закончилась. Вернее, она у меня уже начала подсыхать и осыпаться под глаза. Тушь от Benefit. Называется The Real. С силиконовой щеткой. Хорошая тушь давала хороший объем, хорошее разделение. Единственный минус. Это очень колючие щетинки. Если вдруг, случайно, вы попадете в глаз, то можете нанести себе серьезную травму. Действительно, очень, знаете, жесткая щетка. Еще одна тушь, которая начала осыпаться, потому что подсыхает. Тушь от Revlon Photo Ready 3D Volume. У нее, опять же, силиконовая щеточка, которая хорошо прокрашивает реснички. Хороший объем давала, хорошее разделение. Но очень долго она такая жидкая, поэтому нужно к ней приноровиться, наносить ее в несколько слоев, чтобы она действительно давала хороший объем. Первое время она может склеивать реснички за счет своей жидкой консистенции. Но, тем не менее, тушь мне понравилась, произвела на меня впечатление. Она, когда подсыхает, начала оставлять круги под глазами, то есть сыпаться. И во влажную погоду это выглядит не очень хорошо, поэтому от нее нужно тоже вовремя избавиться. Еще одна тушь с силиконовой щеточкой, которую я пользовалась с огромным удовольствием. Это тушь от L'Oreal, называется Wanda Lash Mascara. Мне нравится именно не супер черный вариант, а обычный классический фиолетовый тубе. Щеточка у нее очень интересная, с двойными такими щетинками. С одной стороны более длинные для верхних ресничек, и с другой стороны она такая практически лысая, именно для нижних ресничек. Мне нравится работать и той, и другой стороной щеточки. Причем я даже верхние порой прокрашивала короткими ресничками. Шикарные ресницы, хорошее разделение, удлиненные, объемные. В общем, была этой тушью очень довольна. И долго она не сохнет, ей можно пользоваться практически полгода, может быть месяцев 7. Хорошая тушь, качественная и недорогая. Тоже одна из моих любимых была. Еще одна тушь с силиконовой щеточкой от концерна Glorion, марка Entis или Entice. Тушь без парабенов, с интересной щеточкой. Смотрите, здесь она вот такая, тут она более плоская. Хорошо прокрашивает реснички, хорошо их разделяет. С ее помощью можно нарастить объем, если воспользоваться ей 2-3 раза, то есть 2-3 слоя нанести. Не раздражает глаза и в своем составе имеет натуральный пчелиный воск. И еще 2 промо-образца. Первый это тушь от Tarte. Очень густая такая ворсовая щетка. Очень она жесткая. Делает хорошие реснички, но она не дает как такового драматического объема, которого я от нее ожидала. То есть получаются такие натуральные эффекты, натуральных ресничек. Не более того, хорошо прокрашивает, не течет она в течение дня, не осыпается, никуда не девается. Но добиться с ней какого-то такого драматического результата у вас не получится. И последняя тушь, которую покажу, это Dior Show Extase. Тоже она у меня в таком промо-образце. Ворсовая щетка, очень интересная. Мне тушь понравилась. Хороший объем она давала. Удлинения как такового я от нее не замечала. Хорошее разделение, хорошие реснички. Использовала ее в три слоя, чтобы был эффект драматических ресничек. Но когда она подсыхает, то минус такой я за ней заметила, что она тоже начинает осыпаться под глаза. И последнее, с чем я прощаюсь, это две помады. Они у меня не подошли к концу, но, к сожалению, они, скажем так, прогоркли уже. Первая, это помада от Гоши, в таком коричневом цвете, оттенок 68. Хорошая помада, поначалу она мне нравилась. Но когда я чуть больше ее раскрасила, вот здесь вот у нее в центре появилось огромное скопление шиммерных частичек, которые начали царапать губы. И уже она поменяла запах, поэтому прощаюсь с ней. И вторая помада, которая мне досталась в подарочной косметичке от Estee Lauder. Это промо-образец Crystal Sun Shimmer. Помада, которая изначально была покрыта вот таким вот, если вы увидите, белесым налетом. Вот здесь я ее просто обтерла салфеткой. Вот, воспользовалась для того, чтобы просто посмотреть оттенок. Не очень ей приятно пользоваться, потому что у нее какой-то уже запах она поменяла, немножечко прогорклый. Но вообще сами помады от Estee Lauder качество мне нравятся. На зиму замечательно они подходят. Они не хуже помад от Clinique, потому что, в принципе, один и тот же концерн. На одном и том же заводе их делают. Хорошие питательные свойства имеют, хорошее увлажняющее, плотное покрытие на губах. Но из-за этого запаха пользоваться я не буду, поэтому расстаюсь. На этом видео о пустых баночках я заканчиваю. И сейчас приступлю к записи следующей части видео о продуктах, которые меня разочаровали. Всем пока!